По понятным причинам, этот год заставит многих выйти из зоны комфорта, а кого-то даже пойти на преступления. Ведь если снижается уровень жизни, то растет и количество краш и даже убийств. Недавно в прокуратуре края заявили, виновники почти 78% преступлений, совершенных в регионе, это либо пьяные граждане, либо находящиеся под действием наркотиков. И почти в 70% закон нарушали люди, не имеющие постоянного источника дохода. Многие начали сравнивать наше будущее с 90-ми. Кто-то действительно верит, что жизнь по понятиям может вернуться. Если работа была, то зарплату платили через полгода, к примеру, а есть-то надо сегодня, да? Поэтому там картина была немножко другая. Поэтому и процедала кража. Воровали все, что подряд. И государственную, и общественную собственность. Ну, если так образно взять всех за 100%, то минимум процентов, эдак 48, это были лица, осужденные за кражи. Ну, отбывал наказание у нас осужденный за то, что с колхозного поля украл 3 тонны сгнивших яблок. Дело было в ноябре. Ну, какие там уже были яблоки? Он их привез домой, кормил скотину. За это он получил всего-навсего 3 года 6 месяцев лишения свободы. Грабежи, вымогательства и тяжкие телесные повреждения – таков характер большинства преступлений, совершенных на излете 20 века. Но сотрудники в погонах спешат успокоить. Маловероятно, что лихие 90-е вернутся. Время ушло далеко вперед. Это резкая противоположность. Тут и сравнивать-то не с чем абсолютно. Да и согласитесь, например, сегодня в условиях, когда вы находитесь под прицелами камер видеонаблюдения, куда меньше соблазна угнать машину или разбить витрину продуктового магазина. А вот что нас сейчас объединяет с 90-ми, так это стресс и чувство неопределенности. Вот эта ситуация неопределенности, она будет достаточно длительной, долго длиться. Поэтому мы через некоторое время, а у кого-то уже, мы обнаруживаем ситуацию истощения. Нужно уже сегодня создавать для себя условия, которые помогут в этой ситуации сохранить ресурсы. Максимально попытаться понять, в чем твои ресурсы, в чем твои возможности, что ты сейчас можешь делать для себя и своих близких. На сегодняшний момент, мне кажется, одним из факторов это является подключение психологического сообщества для оказания помощи. Меньше новостей, вовремя переключаться и посвятить время семье. Это лучшее, что сейчас можно сделать. В конце концов, нужно помнить, все проходит и это когда-нибудь тоже пройдет.